И это будет происходить. То, что вчера десятки тысяч вышли на улицы и вышли в регионы на несанкционированные акции, говорят о том, что за нашим рейтингом стоят миллионы людей. И эти миллионы людей, они никуда не делают, их вопросы никуда не исчезнут. И поэтому я вор и счастлив, что вчера был частью этого движения. И, надеюсь, оставаться его частью никуда. Поэтому мы будем призывать людей выходить на улицы дальше. Да, задержано было тысячи человек, но миллионы задержать нельзя. И десятки тысяч задержать нельзя. Когда мы увидели, что вот у власти есть потолок. Задержали, хорошо. Но, тем не менее, до тех пор, пока люди видят вот эти вот десятки миллиардов рублей и долларов, похищаемые высшей должностной милицией, Медведевым и Путиным персонально, и полное отсутствие ответов, до тех пор они будут и финаловаться. Вот и все. Спасибо большое. Внезапно я зачем-то разговаривал речь, которую в рекламе его залпает. Классический последний слайд. Да. Теперь у меня не нашелся самый опыт в этот момент, где-то непонятно, что делать. Это ты все. Лучше я должен. Лучше должен. Для проекта. Для детей. Ну, у нас классная, у нас классная. У вас классная кобуря? Да, да, да. Да, да, да. Я хочу отдельно, кстати говоря, сказать большое спасибо студентам и школьникам, которые вчера вышли на улицу, да, и школьникам тоже. И это замечательно. Я очень рад и счастлив, что в стране возникло поколение, которое не готово просто сносить такое отношение от власти. Родилось поколение, которое хочет ощущать себя гражданами, которое не боится ничего, которое не запугает. Это очень важно. Это стало новостью для многих вчера, для меня в том числе. Я еще раз могу сказать, что я счастлива участия вот этого всего. По поводу юридической поддержки. Юридической поддержки. Мы не очень понимаем, что происходит сейчас с фондом борьбы с коррупцией. Насколько известно, он фактически вчера был ограблен. То есть неизвестные лица зашли туда и вынесли абсолютно всю технику. Непонятно на каком основании ни адвокатов, ни понятых, никого там не было. До сих пор помещение фонда борьбы с коррупцией непонятно на каком основании блокируется. 13 сотрудников фонда арестованы. Тем не менее, мы продолжим свою работу. И тем не менее, юридическая поддержка, работа по оказанию юридической поддержки идет. По каждому человеку, который задержан и обжалует свое задержание в российских судах, я так обещал, я сделаю жалобу в ЕСПЧ. Я надеюсь, что мы, все эти люди, добьются справедливого суда, если не здесь в России, то хотя бы на европейском уровне. То есть все это мы будем делать, но сейчас нам нужно, и мы и делаем это, немножко больше времени для того, чтобы понять, на кого наши возможности. Пустят нас вообще в окрас наш или не пустят? Будет ли там хоть что-нибудь или вообще голые столовые стены? Это пока большой вопрос. Какие дальнейшие расследования будут, они будут интересные? Алексей, это тупой вопрос, я не буду на него отвечать. Я не даю его отвечать, я не буду на него отвечать. Извините, Кира, что я снова сказал журналисту, что какой-то вопрос может быть какой-то. Кира посмотрела на меня. Публикует ваши фотографии. Все, друзья, спасибо большое. Присаживайтесь. Давайте. Телеканал Россия. Почему вы вчера ничего не показали? Я понимаю, что оператор телеканала Россия не может отвечать за весь телеканал. Наше дело маленькое. Ну а чье дело большое, вот скажите. Ну а кто знает? Это безобразнее считать. Первый канал-то есть у него все дела? Ну да, да, да. Мы телевидим, видел. Телектор не видел, но мне сообщили, что все официальные СМИ сделали вид, что вообще ничего не произошло. РБК показали. РБК. Даже телеканал «Дождь». Даже телеканал «Дождь». Марафон. РБК. Как проходит процесс? А, процесс проходит замечательным образом. Жалко, что вы на финальной стадии возьмите. Меня довольно часто судили вот таким, в таком порядке административном. Пока это самый быстрый процесс. Здесь не было заслушанных ни свидетелей, нет ни одно ходатайство. То есть, как-то, ну даже такая легкая иллюзия справедливого правосудия здесь полностью отсутствует. Ну, видимо, как-то предприоритет отдается срочностью решения. Алексей, а где у вас задержали? Какое деление нужно? Какое, что вы делаете? Оставили в Мадоканье. Ну, а что это оборудование, кредитовое? Что оборудование, кредитовое? Что оборудование, кредитовое? Алексей, а можно вопрос вам задать? Да какой. А вот по поводу... Интересно, по-моему. Алексей, вот по поводу фонда. Вот тех, которые задержали, они будут, скорее всего, 20 тысячу платить штрафы. Будет ли какой-то, может быть, комплекс реальной поддержки за этим людям? Потому что многие не могут, там, студенты, оплатить штрафы. Мы не репортуруем. Пока мы не знаем, что происходит со всеми этими людьми. Но смотрите, вот вам типичный пример. В Дагестане вчера задержали больше ста человек. И в Дагестане прошел несанкционированный протестный митинг. Сегодня идут сообщения о том, что в Дагестане никого не задержали. И власти Дагестана уже отрицают. Предполагаю, что они просто этих людей сначала задержали, а потом выпустили даже без оформления бумаг. Поэтому нам сейчас крайне важно объяснять вообще всем, в первую очередь, что нужно добиваться бумаг и нужно обжаловать свои задержания. Из вчерашних тысяч задержанных большая часть людей же просто тоже отпустили без любых документов. Задержали, отпустили. Мы сейчас выпустим социальную инструкцию, специальный видеоролик, где объясним им всем, что нужно обязательно все бумажки сохранить, свои задержания обжаловать. Пусть даже в таких судах, это будет простой процесс, пришел, сразу получил отказ, но его нужно получить для того, чтобы иметь возможность обратиться в Европейскую суд по правам человека. А какое решение суда сегодня ждете? Вы шутите, что ли? Какое решение суда жду? Я не жду никогда, я давно не жду в судах никакого решения, кроме обвинительного. И понятно, что это будет административный арест. Мобильные телефоны. Пойдите на выборы. Я прямо сейчас на них иду. Я на них иду уже последние несколько месяцев. И мне кажется, вчерашние события показали, что достаточно большое количество в России избирателей, которые поддерживают программу кандидата, которая выступает за борьбу с коррупцией. И эти люди требуют политического представительства. Я претендую на то, что несу политическое представительство для этих людей, и я поэтому имею полное право стенам. Спасибо большое. Спасибо.